Добрый день, уважаемые зрители канала Garden School. На дворе конец октября и сегодня мы поговорим с вами о подготовке сада к зиме. Какие же еще работы мы должны сделать в нашем саду, чтобы помочь нашим растениям лучше перезимовать. Сначала мы поговорим, как обычно, о плодовом саде, о подготовке плодовых деревьев к зиме. И, безусловно, первым в этом вопросе пойдет искореняющая обработка растений для профилактики грибных заболеваний во время оттепелей. То есть сейчас уже все возбудители грибных заболеваний тоже уже в спячке, все вредители тоже уже в спячке. Но в моменты, когда зимой у нас бывают оттепели, а это бывает очень часто, то возбудителям грибных заболеваний достаточно низких температур, чтобы они проснулись. Поэтому мы делаем эту обработку для профилактики этих заболеваний в зимнее время. Мы ее потом повторим в ранний весенний период. Чем же мы обработаем наши плодовые деревья? Ну, традиционно это делается медь с содержащими препаратами. Я, например, очень люблю препарат Абига Пик, потому что он содержит прилипатели. И не надо добавлять никаких других средств. Уже препарат развели по инструкции. 50 мг на 10 литров воды и обрабатываете растения. Также очень популярен вид обработки это карбамидом, мочевиной. 5-7% раствор, то есть 500 или 700 г мочевины на 10 литров воды. Она хорошо растворяется в воде, поэтому достаточно подержать в ведре некоторое время и препарат готов. Я в этом году тоже буду обрабатывать карбамидом, но попозже. Вы видите, какой у нас вегетационный период в этом году получился длинный. То есть растения еще не готовы к зиме. И большая концентрация азотного удобрения в отепеле может пробудить почки. Были такие уже моменты, когда мы обрабатываем раствором мочевины. Потом в ноябре, в декабре случается сильная отепель и почки, особенно у таких культур, как сирень, жимовость, которые быстро просыпаются, начинают идти в рост. Поэтому я буду обрабатывать мочевиной где-то в конце ноября, перед тем, как выпадет снег, нужна положительная температура и сухой воздух. То есть без дождя. Это, естественно, будем делать, иначе дождь все смоет. На что же сейчас надо обратить особое внимание, когда мы смотрим на яблони? Осматривая свои плодовые деревья, обратите внимание на сажистый грибок. Что такое сажистый грибок? Это чернь, которым покрыты определенные участки коры. Обычно это спилы, там, где были спилены ветки. Их образуются профитные грибки, которые питаются выделением насекомых, сладким соком тли, например. Они оседают на этом. Образуется такая вот некрасивая чернь. И в дальнейшем они могут послужить тоже источником инфекции. Поэтому этим местам надо уделить особое внимание и обработать их препаратами меди. Возможно, даже неразведенными препаратами или разведенными один к двум. Для этого мы берем кисточку, наливаем этот препарат и аккуратненько обрабатываем эти места. Стараемся не допускать смывания, потому что препарат концентрированный. И оставляем подсыхать. А уже в дальнейшем, когда будем проводить искореняющую обработку, можно еще раз потщательнее обработать именно эти места. Но я думаю, такой сильной концентрации вполне достаточно. И так обрабатываем все места с чернью на вашем дереве. Особое внимание в саду надо уделить молодым саженцам плодовых растений, которые посажены вами в этом году. Почему именно им? Потому что зимними ветрами, с сушающими, высыхает молодая кора. То есть молодые веточки, которые вы наросли за этот вегетативный период, они имеют очень слабую кору и при сильных зимних ветрах они просто высыхают на ветру. Для этого их надо защитить, укрыв нетканным материалом. В один слой, достаточно любой плотности, можно и 17, и 42, и 60, то, что у вас есть под рукой. Укрываем их, связывая веником и завязываем этот нетканный материал. Но лучше это делать все-таки по каркасу, потому что если просто так связать, то под тяжестью мокрого снега все ветки и ваше укрытие пригибаются и потом плохо выпрямляются. Мы сейчас рассмотрим это на примере молодой колоновидной яблони, посаженной в этом году. Для колонн также очень хорошо проводить это укрытие в первые два года, потому что у колоновидных яблонь очень важной точкой является макушка, то есть верхушечная почка. Если она подмерзает, образуется сразу несколько макушек, а для колоновидных яблонь это нежелательно. Итак, посмотрим, как мы укроем яблонь. Перед укрытием надо ошмурыгать листву, чтобы она под укрытием не гнила. Вот полностью подготовленное деревце, видите вот эту верхнюю почку, которую обязательно надо сохранить у колоновидных яблонь. Поэтому мы ее укрываем. Просто оборачиваем вокруг колышка и обвязываем веревкой в нескольких местах. И вот наша колоновидная яблонь готова к зиме. Из еще очень важных агротехнических мероприятий в плодовом саду внесение раскислителей. Что у нас является раскислителями почвы? Это традиционно известь пушенка, доломитовая мука. И сейчас есть препараты, которые смешаны с гуматами, доломитовая мука с добавлением гуматов и микроэлементов. Тоже очень хороший препарат. По приствольному кругу разбрасываем известь, доломитку или препарат с раскислителем почвы. Идеально это делать по первому снежку. То есть как только выпал снег, раскидали и заделывать тогда ничего не нужно. С растаявшим снегом все попадает в почву. Почему это является очень важным для плодовых деревьев? Потому что наши почвы в Подмосковье традиционно среднекислые. В среднем где-то 5,5 паш почвы. Естественно, если вы знаете, что у вас почва не кислая, эта процедура не нужна. А на более кислых почвах она обязательна. И в первую очередь для косточковых пород. Это сливы, вишни, абрикосы, которые просто категорически не выносят кислых почв. Кислая почва у этих растений приводит к возникновению множества заболеваний. Тот же манилиоз, кокемкоз. Они все быстрее цепляются к вишням именно на кислых почвах. Поэтому внесение раскислителей под косточковые культуры крайне желательно. Крайне желательно. Можно использовать и залу древесных растений. Ремонтантная малина практически уже отплодоносила. Урожай собран. Остались только незавязавшиеся еще плоды. Они уже не успеют у нас созреть. Поэтому ремонтантную малину мы должны вырезать полностью на уровне почвы. Если обычную малину летнего плодоношения мы вырезаем где-то в августе, сразу после плодоношения вырезается старая двухлетняя древесина, на которой было плодоношение в этом году, то плюсом ремонтантной малины является то, что не задумываясь о том, какие побеги, мы вырезаем их полностью. Тем самым устраняется источник инфекции полностью, потому что инфекция у нас купится именно на старых побегах малины. Все вырезаем и забываем до весны. В идеале будет присыпка мульчирования перепревшим компостом или перепревшим навозом, потому что все знают, что малина дитя навоза. Без навоза она плохо растет. Итак, приступим к обрезке. Вырезаем полностью. То есть пенечки потом замульчируем компостом. Не надо оставлять никаких стволиков в надежде, что на них урожай будет раньше, в следующем году. Урожай лучше собрать только один с однолетней древесиной. После обрезки ремонтантная малина должна выглядеть вот так. Здесь надо будет подрыхлить почву, вытащить сорняки и замульчировать все перепревшим компостом или навозом. Осень – это время для создания новых гряд. На протяжении нескольких лет я пыталась делать грядки каждый раз на новом месте, то есть полностью обрабатывая всю почву. И все-таки пришла к выводу, что грядки должны быть обязательно стационарные. Почва в них никогда не должна утаптываться человеком, который обрабатывает землю. Поэтому сделаны несколько стационарных гряд и проходы между ними замульчированы картоном. И дальше идет листва, потом будут опилки или измельченные ветки из измельчителя, из чопера. То есть любая органика, которая у вас есть, углеродистая органика, это сухие ветки, сухие листья, картон, все пойдет на присыпку между ряди. Посмотрите, как это делается. Прямо на почву с сорняками, но в идеале лучше сорняки злостные, такие как у дуванчики, конечно, удалить. Кладем картон, газеты, засыпаем их собранной листвой. И дальше, по мере накопления материала, я буду просто подсыпать эти проходы, чтобы по ним было удобно ходить, и сорняки не росли. Это единственное здесь назначение. Октябрь – традиционное время укрытия роз. Я очень люблю, когда розы растут все вместе, потому что это прием, который позволяет легче накрыть все розы одним массивом. Они так и лучше перезимовывают. То есть создается каркас, в нашем случае это брус 150 в два слоя, и сверху щиты укладываются, которые мы сохраняем каждый год, и в период укрытия роз выносим их и накрываем по брусочкам. То есть каркас и укрытие по этому каркасу уже после установления морозной погоды раскладывается нетканный белый материал плотностью 60. Поэтому просто все розы обрезаются под высоту 30 см. Такова высота укрытия, каркаса укрытия, два брусочка по 150. И не задумываясь никак обрезаем и делаем корректирующую обрезку уже весной. Потому что здесь высажены розы в основном, которые сложно гнуть, ну и не имеет смысла, потому что здесь в основном флорибунды. Перед этим мероприятием были обрезаны все многолетники, которые растут с розами. Это котовники. Лаванды не обрезаем. Здесь рос котовник, который закрывал практически все ноги у роз. А им для подготовки к зиме нужно проветривание. Поэтому в начале октября я все это удалила. Недавно обрезаны клематицы, которые растут в компании с розами. Вы видите только опоры оставшиеся от них. Опоры вытаскиваем, розы обрезаем и накрываем. Перед этим, перед укрытием весь розарий еще пропалывается, чтобы весной было поменьше работы. Заодно мы немножко делаем почву более дышащей, так как она рыхлится при пропалке. Сейчас мы только обрезаем розы. Как мы это делаем? Очень просто. Просто слепую обрезку побегов на нужной нам высоте, не обращая внимания на почки. С почками мы будем разбираться уже. Вот вы видите побег красного цвета. Он абсолютно не вызревший. Древесина его не готова к зиме. Он первый погибнет и будет заражать все остальные побеги. Вот такие побеги черные страшные тоже удаляем сразу. Ну, дальше остается только прополоть, выбросить все побеги, обрезанные розы, прополоть, подрыхлить, установить укрытие и накрыть, когда температура воздуха будет где-то между 5 и 10 градусами. Потому что розы прекрасно выдерживают 10 градусов. Укрывать их заранее не имеет смысла, так древесина лучше подготовится к морозам. Я никогда не окучиваю розы, потому что на наших глинистых почвах это приводит к выприванию. Окучивать розы имеет смысл только на песчаных почвах. А так, каркас, укрытие, обрезка. Эти процедуры мы выполняем ежегодно. Летом в нашем саду на улице растут комнатные растения, такие как фуксии, пеларгонии и другие. На зиму, естественно, их надо заносить. Это растения не морозостойкие. Поэтому сейчас пришло время убрать все горшки, ящики с цветами либо в подвал, либо в прохладное светлое помещение. Если у вас есть такое, то надо унести все туда. И заранее сделать обрезку, чтобы, например, в подвале, куда я убираю, эти не покрывались листики плесени. Просто обрезаем. Корректирующая обрезка будет проведена в марте месяце с добавлением плодородного грунта. И пеларгония будет радовать еще несколько лет. Потом мы ее обновляем всегда черенками после обрезки. Можно их даже сейчас поставить на укоренение. Вот так выглядит штатный черенок. Несколько междоузлей. На две почки погружаем в грунт, в почвенную смесь и накрываем пакеты. И этот черенок очень быстро укоренится. Лучше укоренение проходит, конечно, весной. Сейчас все процессы заторможены, но почему бы не использовать материал, если он есть. Еще я обязательно каждый год опускаю в подвал или ставлю в холодную комнату выкопанные корневища Вербены Бонарской или Буэнос-Айрской. Очень любимый мною многолетник. У нас он себя ведет как однолетник. Не зимует. Хотя за лето он дает очень много самосева. Но эти корни, выкопанные, я достаю из подвала где-то в феврале месяце, они обрастают и молодыми черенками, я размножаю этот вид Вербены. И эти же корни, высаженные весной, дают цветение самые первые. То есть где-то уже в июне, в конце, в начале июля эта Вербена уже в цвету. При подготовке к зиме в декоративном саду имеет большое значение и прочистка крон хвойных растений. Особенно это относится к небольшим, некрупным карликовым сортам, в которых хвоя сама не сбрасывается, старая хвоя, а копится в центре крона. Это приводит к грибным заболеваниям. Поэтому просто залезаем в крону и прочищаем всю хвою, чтобы она опала вниз. Вот вы видите, здесь скапливается старая, неопавшая хвоя. Хотя этот вид сосны это сосногорная варелла, я очищу регулярно, потому что она очень густая, имеет длинную хвою. И на протяжении всего вегетационного периода я периодически залезаю и ее прочищаю. Но перед зимой это надо сделать особенно тщательно, чтобы все, все опало. Возбудителей ухвойных грибных заболеваний в это дождливое лето было очень много. Обратите внимание на хвою рядом растущий сосногорный уинтерголд. У нее хвоинки внутри кроны поражены шутто. Это заболевание, называемое грибами. и зимой они продолжают в период утепель свою работу. Вот видите, на хвоинках очень много таких полосочек. Это следы как раз шутты. Не скажу, какого, потому что это все определяется только в лаборатории, но в принципе это и не нужно. Если вы видите такую пораженную хвою на своих хвойных растениях, то так же как и плодовые их надо обработать на зиму уметь содержащими препаратами. Берем любое из них HOMO, ARDAN, ABIGO PIK и после прочистки кроны обрабатываем все по кроне. Желательно раздвигать и обрабатывать и внутри кроны. всю больную хвою надо вычесать, если она отваливается, и собрать внизу. Это все мероприятия, которые проводим с хвойными растениями. Остается только одно. Шаровидные, колоновидные кроны мы должны связать от развала снега. Если шары берем просто сверху, по всему периметру кроны обвязываем, то колоновидные я предпочитаю связывать внутри. И обвязка эта остается навсегда. Вот вы видите, как выглядит крона туи западной фастиегата внутри. Внутри стволы у нее все связаны старыми колготками плотностью 60 ден. Раз мы уже сюда влезли, мы видим, что крона у туи тоже обязательно должна быть прочищена вся. Обвязка идет где-то через 50 сантиметров, все стволы по всей кроне внутри стянуты. Это немножко мешает прочистке, поэтому самостоятельной. Поэтому туям надо помочь и вычислить все, все, все внутри. Сейчас идет как раз очень сильный хвоепат, то есть опадает старая хвоя, которая живет на хвойных растениях в зависимости от вида от 3 до 8 лет, она потом просто опадает. Всегда это происходит внутри кроны, не надо этого бояться, это не заболевание, это просто хвоепат, как у растений лиственных, листопад, у хвойных хвоепат. То есть все плотные кроны хвойных растений, туи, карликовые сосны, можжевельники, ели, надо внутри вычислить крону. У растений хвойных видовых или близких к видовым по размеру и строению кроны это не требуется, потому что вся хвоя старая опадает спокойно вместе с первым снегом или дождем, она имеет возможность опасть, потому что есть место. Это в этих плотных кронах некуда опадать, поэтому им надо помочь и очистить от старой хвои. Еще один момент при укрытии любых растений низкорослых с плоской кроной, которые соприкасаются с землей, от этого страдают зимой. Это и карликовые хвойные, и рододендроны. И используем мы всегда пенопласт сохранен от бытовой техники. Этот материал используется для того, чтобы защитить хвойные растения, рододендроны, все карликовые растения от разломов и от соприкосновения с почвой. Во время зимних оттепелей все это может подпревать. вот здесь карликовый сорт лиственницы американской. И для того, чтобы ее не разломало снегом, я подкладываю под нее пенопласт. Все растение защищено от разломов. Это используется у меня в саду везде. И под рододендроны, и под карликовые хвойные, и под можжевельники, которые не любят соприкосновения, выплевают. пенопласт копится, хранится в определенном месте летом. И осенью я его раскладываю под все такие криминальные растения. Это защищает все растения в моем саду от снежных разломов. Очень простой и действенный прием. Сейчас мы поговорим об обрезке многолетников в цветнике. Очень долго дискутировался этот вопрос, что резать, что не резать, когда резать. Но есть основное правило. Все многолетники, которые образуют прикорневую розетку на зиму, гехеры, морозники, примулы не обрезаются. А те, которые отмирают полностью, обрезаются. Когда резать, весной или осенью, вы должны решить для себя сами. Все это зависит от места, от возможности садовода. Когда он может приехать обрезать, когда ему удобнее. Наблюдайте ли вы свой сад зимой, потому что злаки я никогда не обрезаю, потому что они идеально смотрятся в ине и под снегом. И я их оставляю всегда на весну. Это прежде всего помогает им в лучшей перезимовке. Также некоторые флоксы всегда оставляю, если листва здоровые, флоксы в морозную и бесснежную зиму могут вымерзнуть. А необрезанные побеги помогают задержать снег и помогают в зимовке флоксы. Есть цветники, которые я не режу, есть, которые режу. Почему? Вот мы сейчас стоим у цветника, где высажены вероник автором подконники, полыни, флоксы. И в конце октября они обычно выглядят вот так, уже подсохшими. Они могут так уйти и в зиму, но потом все эти высокие палки после снега очень тяжело обрезать. Я их обрезаю сейчас и не просто под корень, а обрезаю частями. И все это остается в цветнике как мульча. Сюда же сгребается с газона и листва. И поверьте, в середине лета уже здесь не остается ни следа от листика. Это такая питательная среда, которая питается вся микрофлора, микрофауна, которая находится в нашей почве. Как я это делаю? Очень просто. Беру ножницы, которые не используются для обрезки кустарника, то есть которые не жалко, и постепенно обрезаются небольшими частями все кустарники, все многолетники. просто как в измельчителе частями. Просто все подряд. Ну вот я закончила обрезку этого миксбордера. Сверху все еще засыпала листово из газона. когда будете это делать, ходить по цветнику, будьте аккуратны. Здесь в листве у нас уже зимуют ежики. Они уже спят. Поэтому надо очень аккуратно это делать. Я обрезала все многолетники, которые засыхают и отрастают заново весной из земли. Остались здесь злаки. здесь у меня растут щучки, мискантусы, веники, овсяницы, гехеры, морозники. Все это, как я уже говорила, образующее прикорневую розетку листьев, зимующие с листвой мы никогда не обрезаем. На этом работа в миксбордер практически закончена. Осталось только связать метельчатые гортензии, которые остались только с метелками сухих цветов. Цветы я не срезаю, обрезку гортензии всегда делаю весной, потому что даже если вы сейчас все обрежете, весной придется делать корректирующую обрезку, потому что кончики всегда подсыхают, приходится опускаться на почку ниже. Но это дело лично каждого, кому как удобнее. Кому удобнее обрезать осенью, чтобы эти растрепанные метелки соцветий не валялись потом в саду. Мне лично это очень нравится, поэтому их просто связывают, чтобы избежать разлома, и гортензии остаются ждать весенние обрезки, просто обвязанные сверху. На этом мы сегодня закончили нашу передачу о подготовке к зиме. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. Всем удачной зимы, благоприятной для нашего сада. Ждем вас снова. До свидания. Продолжение следует...